Продолжаем нашу пресс-конференцию. Александр Михайлович Побекалов, главный тренер команды Шинник. Александр Михайлович, ну несколько слов по итогам матча. Полейдольный 2-0. Вопросы, коллеги? Михайлович, я похудел сильно. Сергей Алексеевич, могу сказать, за последний месяц минус 7. Лучшая диета. Очков? Очков или веса? И очков тоже. Давайте вопрос, Сергей Алексеевич. Где мой друг Андрей Дараканов? Александр Михайлович, первый тайм, во втором тайме замены вышел Нигитинский, и груза нет. В общем-то, никакой Павленко какой-то вообще верно. Это с чем связано? Почему Земского не потрогали? Я думаю, близко Павленко. Павленко как раз сделал то, что нужно, попридержал грамотно мяч. Концовки не было, концовки не было. Последнего паса удара. Здесь, и пожалуйста, поаккуратней, со своим мнением. Вот на пресс-конференции сейчас кто-то запишет, как вы говорите, никакой. Нехорошо. Нет, но вы должны говорить, но по-другому. Я не думаю по-другому. Никитинский не очень вошел в игру. Но скажите, пожалуйста, вместо Сиротова, который стал проигрывать, получил карточку и получил удар сильный по ноге, вот сейчас ему оказывают помощь. У меня не было возможности выпускать влево кого-то другого. Поэтому вышел Никитинский. Я не скажу, что он провалил, но то, что он давно не играл и ему было сложно войти, ну это бросилось в глаза. С этим связано. И с Павленко не согласен. Все, что касалось приема мяча, ухода, подготовки будущего, хорошего решения. Вот последнего паса или последнего удара не было. С вами согласен. Артем Таймин. Слово втором тайме пришло оставить нападение Мязина, а не Булия. Без тех же соображений. Вы, если внимательно смотрите за игрой, мы прежде чем произвести замену, во-первых, я еще советуюсь. Мы наблюдаем внимательно, у кого какая двигательная активность. И двигательная активность Мязина была выше, чем Булии. Потом я знаю, кто, сколько тренируется времени, продолжительность. Допустим, Мязин практически, если мне не изменяет память, не пропустил ни одной тренировки. Булия же у нас пропустил два с лишним месяца, и его готовность не на 90 минут. Вот с этим связано. Вы, конечно, такие тонкости можете не знать, но поверьте, и на этом тоже строится выбор, кого менять. Александр Михайлович, первый танк, конечно, прошел с заметным, как говорится, преимуществом, с подавляемой силой. Вот, как тренер, ваш коллега сказал, что там стандарты, но я думаю, реализация прошла как раз именно в том ключе, который он не должен отправить. А второй танк мне показалось, что больше играли на удержание, чем... Нет, нет, не было такой задачи, если вы слышали слова, которые мы сказали в раздевалке, это уже психология игроков. Давно не выигрывали, четыре матча, висит ответственность. Ребята у нас, извиняюсь, не... Р... Пи-пи-и... Да, конечно, они переживают, а такой вот уверенности, наглости такой спортивной нет. Мы мячи ставим сопернику под штрафные, вот на эту тему надо разговаривать, надо иметь спортивную наглость, хитрость. Вот чем очень мне понравились те же футболисты Байкала. Они на второй тайм вышли, объединились, подсказывали, кричали, сдулись, а не только, по-моему, на 85-й минуте, когда уже поняли, что два мяча не отыграть. А так, команда с характером, и они еще поборются, обязательно. А наши очень скромные, скромные, может быть, это подбор такой, надо быть на поле понаглее, поувереннее и понаглее, но это наша работа. Я прошу прощения, вы просто не появляли, а что все-таки с Малоя? Он совсем не был? У него не рецидив? Нет, нет, слава Богу, не рецидив, не коленный сустав, у него задняя поверхность бедра, но опять же надо разобраться, у него подобная травма, то бедро или не то, я сейчас не могу сказать, честно говорю, он уехал в Москву на обследование, у него такая же травма была в конце сезона премьер-лиги в арсенале Тульском. Он сейчас приедет, нам расскажет, все покажет, мы разберемся, но то, что он не будет играть, это сто процентов. К сожалению, к сожалению, вступает в силу правило, когда у игрока кресты, мениск, жди, что вот это все будет вылезать и в других местах. Это многолетнее наблюдение. Очень жалко Артура, и он обязательно вернется в футбол только за свое фанатизм и трудолюбие. Я видел, какую работу он делал по восстановлению после травмы мениска, не позавидуешь. Он в пять раз больше сделал работы, чем все наши вместе взятые футболисты, для того, чтобы вернуться. О том, что у нас нет пока запаса прочности, запаса мастерства, для того, чтобы со всеми командами, а кое-кому и диктовать условия из первой четверки. Это особенно бросилось в глаза с факелом. Это я вынужден признать, и это платформа для работы. Раньше мы таким запасом обладали. Это однозначно. Сейчас его нет. И мы с ребятами об этом говорим, не принижая их определенные способности. Но вот надо этот запас приобретать только через работу. Но опять же, перед выходом сегодня поле разминалось, я посмотрел. Фактически пять футболистов из второго дивизиона. Так просто не бывает. Полкоманды, замены, и нужно еще много работы, чтобы они заматерили и приобрели опыт. Зимнюю паузу хватит? Узнал бы Прикуп, жил бы в Сочи, да? Сергей Афанасьевич такой поговорок часто говорит. Сергей Афанасьевич как раз сказал, что у него много игроков второго дивизиона, а там чемпионат заканчивается в октябре. Вот опыты ноябрьских игр у них совершенно нет. Возможно, возможно. Но те ребята у него такие прошли горнила, я так понимаю, дальневосточной зоны, а она там не терпит кисейных барышек. Там мужики с характером. Там одни перелеты чего стоят. Вопросы? Сергей Афанасьевич, заканчивается уже летний и зимний цикл, так мы зайдем, да? И в дальнейшем осталась одна игра, вот так зимний и зимний. Планы в дальнейшем? Какие будут команды? Немножко перед этим режимом. Ну, мы уже подготовили с Евгением Валентиновичем ребятам так называемые методические указания, рекомендации, чем заниматься и в какие периоды, буквально чем, по минутам расписано, чем заниматься. Это один момент. 9-го числа команда должна собраться на организованный первый сбор совместный в Ярославле, 10-дневный. Дальше были спланированы, просто спланированы по срокам два сбора. Первый предваряющий, второй Кубок ФНР. Оба были в Турции. Сегодняшнюю ситуацию знаете. Вряд ли она изменится в лучшую сторону. На базе вот того случившегося не потеплеют отношения буквально завтра и нам не скажут, что можете ехать в Турцию на сборы. Значит, нужно думать, где заменить, где получить то же качество, которое давала Турция. Не потеряв в цене, то есть не повысив цену. Потому что как бы не приглашали многие в Крым не то качество, не тот климат, не те поля. Ведь самое главное, правильно сегодня написал кто-то, Шикунов, по-моему, Александр, генеральный директор Ростова. Ведь главное это не гостиница, хотя важно гостиница, восстановление, отдых, питание, ребят. Главное климат и поля. Вот это Турция дает... На Кипр не так надо повесить, конечно. Кипр возможно. Час все бросятся на Кипр, кстати. В Эмираты, но это кто? Это топовые клубы. И на Кипр. На Кипр. И не исключено, что нужно туда успеть. Потому что там не такая инфраструктура, как в Турции. И нужно будет сейчас беспокоиться. Но мы себе не можем заранее позволить знать, что у нас точно будут эти сборы. А гиптосбор вам обеспечен? Все равно, когда я вам сказал, что перенесел... Кубок. На Кипр? Ну, видимо, сегодня это прочитано. Ну да, там комплекс полей Альфа. Там четыре поля в одном месте. Комплекс полей Альфа. Там уже был один раз кубок. Был. Израиль есть еще и... Там дешево, с такими, с такими, с такими. То есть вы сейчас, когда эти планы, в общем-то, долги уже решаете. Нет, мы сейчас думаем об игре с «Зенитом». И все. Пока да. Пока нет. На 29-м только это знать. Однозначно. Последняя игра. Соперник, опять же, очень непростой. Сегодня проиграл игру «Газовику». И уверен, что им состав подбросят. То есть, прежде всего, мысли об этой игре. Завтра в полном составе. В час собираемся здесь и проводим тренировку. У кого восстановительный, у кого поддерживающий. Состав имеется из главной команды? А? Из главной команды. Ну да, Ткачука, допустим. Я не помню календарь. 2-го декабря, премьер-лини. Премьер-лини 2-го. Но вполне можно сыграть 29-го. Я молчу. Календарь. Есть все вопросы? Спасибо большое. Глаз в победу всех.